Встреча с Петербургом 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 создав именно правовым путем, создав комиссию по закону, добиться своих, отстоять свои права. Сначала они в знак протеста объявили кладовку. С этого и началось это заявление. Затем были, конечно, официальные обращения по оплату и местные обороны из-за внутренних органов власти, там, в том числе, Акима, Крестовского областного. Но оставалось все без ответа. Вместо того, чтобы мирно разрешить эту конкретную ситуацию, на законном основании, власти, в лице местной исполнительной власти и оправданных органов начали преследовать активистов в последней организации данной компании. Начали организовывать агбалтийские нападения на активистов. Были избиения, а собрания объявили незаконные в профсоюзных собраниях. То есть они сказали, что мы не признаем решение данного собрания, так как это объявляется незаконным собранием, профсоюзным собранием. Поэтому сначала было объявлено нескольких десятков людей объявили в ладу, только около ста человек. Это происходило до 9 мая по 17 мая. А 17 мая объявили уже забастовку. То есть уже вставили и на забастовку. Затем эту забастовку, когда компания «Кархан Басуна» поддержали другие там компании, соседние компании в этой же области, на западе Казахстана. Это производство «Трибиллу» «Зимный газ». То есть это все разбежные компании, в одной из роман на праве, как РД разведка добыча, там право «Магастронная газ», которая относится к конституциональной компании «Кархан Басуна». Казахстана Баса. Это глава, которая является «Зять президента Назарпавева». И эти забастовки, численность, это в основном происходило в двух местах, это в городе Жананзин, затем вторая забастовка шла в центре города Аптам, возле офиса компании Малурман Савнагаз. В пике численность забастовщиков доходила до 18 тысяч человек. Затем, действительно, мы по просьбе восстающих нефтяников уже обратились в профсоюзную организацию с другими странами, международное рабочее движение, коллектив за рабочим динамством. И, значит, обращались также к российским коллегам. И началась когда-то международная компания «Солиданность». Я скажу так, именно благодаря этой компании нам удалось пробить информационную блокаду. И именно благодаря этому, может быть, нам удалось не дать загасить данную забастовку. То есть путем силосновых акций, которые действительно, на самом деле, реально шла откатовка к разгону силового метра. Эта борьба продолжается уже в течение пяти с половиной месяцев. Пять с половиной месяцев. И в городе Жанаджи там стоят круглые суточные люди. На главной площади Катума. Там, конечно, меняются времена, меняются, да, вот, как на смену приходят люди. То есть надо где-то там семью поддерживать, да, где-то что-то новое заработать. И вот они меняются, как на смену приходят туда, как на работу на площадь. И постоянно меняются. На данный момент в районе, ежедневно, выходит в районе, там, трех-четырех тысяч. Так, что вы знаете? Я зовут Дайва Хурманов. Я заместитель председателя Курсуса Жемарко. И свой председатель социалистического движения Казахстана. Из года в год повторяются требования, потому что забастовка не первая. То есть забастовки шли в 2008, в 2009, в 2010 и вот в 2011 годы. И с 2009 года повторяются требования национализации и рабочего контроля, участия в участии в трудовых коллективах и непосредственно независимых профсоюзах, в контроле над производством и участии в производственном процессе. То есть местные рабочие видят, что транснациональный капитал и местные так называемые, в кавычках, представители или менеджеры национальной компании «Казмонограсс» фактически разворовывают национальные богатства. То есть психичническая эксплуатация недок, идет психичническая эксплуатация самих рабочих, невыносимые условия труда, идет вылаз капитала, устаревшее оборудование, куда-то заросится, и планы увеличиваются, планы выработки. Соответственно, все это приводит к серьезному недовольству страны, и поэтому, собственно говоря, рабочее движение в Западном Казахстане, оно имеет уже определенную традицию и опыт, то есть такой вот боевой опыт борьбы. Многие активисты и до этого уже преследовались на нем, как возбуждались уголовные дела, организовывались покушения. Поэтому здесь понятно, что радикализация рабочего движения была неизбежна. И на данный момент это не просто обычный трудовой капитал. То есть он перерос эти рамки, и, безусловно, сейчас движение уносит политизированный характер. Как Есен-Жабарович уже сказал, на сегодняшний момент в таком общем движении участвуют как и местные жители, так и безработная молодежь. Например, вот Союз безработной молодежи активно поддерживает постующих, участвует во всех этих митингах. Есть два очага на данный момент. Это вот центральная площадь города Женовзения, где в среднем около 3-4 тысяч человек собирается до сих пор каждый день. И также в городе Октавок, возле офиса граждан Бас-Мунай, также собирается по несколько тысяч человек. На данный момент возможность силового разгона участников данных выступления сохраняется. До сих пор имеется информация относительно того, что в ближайшие дни возможна силовая акция со стороны спецподразделения полиции внутренних войск. Регион и так поводнен подразделениями внутренних войск и спецподразделений. Город, регион фактически на осадном положении, потому что даже активистам различных политических организаций, социальных движений не дают возможности проехать в Женовзию. Вот были тут активисты и РКСМВ, которые пытались проехать в Женовзию, но их там избили и подверили фактически страну. То есть ситуация очень накалена, и в случае применения войск и огнестрельного оружия, других специалистов противополствующих, это приведет, с нашей точки зрения, к неминуемому восстанию. И власти, к сожалению, они неадекватно реагируют на вот эти выступления рабочих. В частности, господин Тимоху Любая, глава, он и самого Казана, заявил о том, что главными организаторами, участниками данной забастовки являются вообще переселенцы, так называемые уралманы, то есть мигранты-казахи, которые приехали из соседних республик. То есть это явная попытка дезинформировать общественность, скредитировать участников забастовки. Также была дезинформация относительно того, что забастовка прекращена, а в основном, забастовка не прекращена. Фактически, вододатели власти сейчас проводят политику массового локалка. Два с половиной тысячи рабочих на данный момент уборены. Увольнения также продолжаются. Но, как мы уже говорили, возможна новая волна забастовок. В частности, рабочие соседних компаний, предприятий, таких как Монгостарман и ГАЗ, они уже проводили забастовки солидарности и заявили о том, что если в отношении рабочих будет применена сила и продолжится массовое увольнение, то они в знак солидарности присоединятся к забастовке. Это еще десятитысячный коллектив. То есть напряженность очень высока. И власти, в первую очередь, боятся того, что забастовки перекинутся на другие области, в предыдущих органов убывающих промышленностей. Потому что предзабастовочная ситуация сохраняется на предприятиях компании «Казахмыс», это бывшая Джазказганская область, это шахтеры металлогии компании «Арсворд Миттл», «Тимиртау» и многих других предприятий. И сейчас, на сегодняшний момент, мы считаем, что власти пытаются отвлечь общество от этих проблем с забастовки нефтяников тем, что фактически искусственно развязывают руки различным ультраправым националистическим организациям. Небывалый рост национал-патриотических всевозможных движений, которые поднимают вопросы о запрете русского языка и так далее, и так далее. Это как бы попытка выстроить контрреволюционную волну против возможности усиления рабочего движения в стране. И также, наверное, вы нанос читали, вы слыхали, что прокатилась серия не из непонятных взрывов, так называемых терактов, в том же городе Тарау, в других регионах. Видимо, это делал у одних и тех же лиц. Самый последний случай нападений, когда было 6 октября, когда одновременно в один и тот же день были избиты журналисты съемочной группы «Стан Ти Ви», и также было нападение на коронавыспросы звук активистов. То есть, как мы видим, политика запугивания, терактов, она продолжается. Но здесь, как уже отметили, необходимо, безусловно, консолидация всех усилий, проведение международной кампании. Вот здесь присутствует Елена Волкова, представитель Российской секции, комитет здравоохранительного национала. Она, может, более подробно потом расскажет о том, что было сделано в правах международной кампании «Солидовость». Единственное, что я хотел отметить, что мы здесь и 7-летним шаппарачем тоже не зря присутствуем. Мы фактически вынуждены были выехать из Казахстана, так как нас ждал неминуем арест. Неминуем арест в связи с фабрикацией против нас удовольного дела, по которому нам грозит от 2 до 7 лет теремного заключения. Так как уже прошел судебный процесс над юристом профсоюза Натальи Соколовой, которая дает 6 лет, за ее профсоюзную деятельность, то можно сказать, что маховик репрессий на сегодняшний момент против активистов рабочих жителей Казахстана убирает обороты. И смотрите, судебный процесс над Натальей Соколовой это такой определенный знак, это знаковый судебный процесс. То есть ее судили за разжигание социальной розни, применимый в статье 164 Уголовного кодекса Казахстана, и также осудили ее за организацию незаконного профсоюзного собрания. То есть фактически сейчас власть в стране применяет такой термин, как незаконное профсоюзное собрание. И также применяется статья 335, это организация незаконных запастухов. Сейчас еще 7 профсоюзных активистов Натальи Соколовой находятся под действием уголовных дел, которые в отношении не возбуждены. Меня зовут Леонид Родин, я председатель межрегионального профсоюза. Но вопрос новой профсоюзы. То, что сейчас происходит в Казахстане, на самом деле, это беспредел. Власти наглядно показывают, что народ, профсоюзы, для них стадо бытов. Конфликт длится уже не один месяц. И власти даже шара, даже одной попытки не сделали пойти на какие-то договоренности. Вместо этого они убивают, сажают по надуманным статьям. Убивают, причем не только профсоюзных, а членов их семей, детей, грубо говоря. Чем виноват, 18-летняя девочка, никто не понимает. Кроме того, что папа ее хочет отстаивать своей кровой, хоть жизнь по-человечному. Этот макет отрабатывается сейчас на Казахстане. Он может прийти на любую страну. В России мы уже видим, да, маленькие ростки того, что это действительно может быть так. Возьмем Валентину Урусову, человека, который создал профсоюз на одной из крупнейших алмазодобывающих компаний, а угроза, и тут же сел, да, на 8 лет, ой, на 6 лет, за хранение наркотиков. В жизни человек употреблял наркотики, экспертизу ему сделать. В крови медали, да, но посадили в секунду. Вот, это только начало. Мы, я сейчас говорю за профсоюзный актив Питера, мы возмущены, действительно возмущены тем, что происходит в Казахстане. Мы проводили несколько солидарных акций около казахского консульства, но нас не слышат. Власти Казахстана, ну, так, может быть, в окошко смотришь, что там, что происходит, но не выйти, не объясни, да, не принять наши резолюции, они не хотят. Безусловно, мы будем продолжать свою деятельность, потому что то, что происходит в Казахстане, нас, как профсоюзников, совершенно не устраивает. Мы будем оказывать братскую помощь нашим товарищам, да. Ближайшая акция у нас запланирована 7-го числа, да, совместно, не только профсоюзные активисты, а совместно с движением «Аврора». Рядом коммунистических организаций, таких как РСД, ФСМ и РКСМГ, мы пройдем к консульству и выскажем наше мнение по поводу того, что происходит. Очень надеюсь, что он нас услышит. Это будет не одна акция, мы будем это делать до тех пор, пока у нас не получится что-то изменить. Ну и собственный план. Я представляю рабочий профсоюз защиты, членов Центрального комитета Российского объединенного трудового фронта. Классовые профсоюзы и их руководство в любом конфликте, где происходит, рабочие администрации всегда прицепляют и занимают сторону трудящихся, всегда. И на этот раз тоже. Руководство защиты и руководство Всемирной Федерации и профсоюзов однозначно те действия, которые совершили казахские власти, трактуют как фашистский герой, раздраженный против рабочих и их семьи. Были сделаны соответствующие заявления и отправлены на зарплату о том, чтобы прекратить этот фашистский герой. Здесь в городе Ленинграде у нас были проведены акции, в которых участвовала защита, и ряд акций тоже организовывал профсоюз защита у казахского консульства. То же самое было сделано в Грессе в Азинах. Есть классовые профсоюзы ПАМы в Грессе. Их влияние настолько сильно, что те мероприятия у посолства Казахстана, которые они проводили, посолку вынуждены выйти навстречу и объяснять, почему власти таким образом сядут в Казахстане. Объяснение следует тому, что поскольку рабочие постуют, то они сами поставили себя тем самым незаконно, и поэтому вынуждены власти таким образом официально сядут. То есть постовой с точки зрения этого человека нельзя. Хочу обратить внимание, что собственниками нефтодобывающей отрасли является правительство Китая, с одной стороны, а с другой стороны взять в Азербайджан. То есть прямой интерес власти выражает защищать свою собственную деятельность. Почему такие репрессии достаточно жесткие проходят. Значит, классовые профсоюзы сказали свое слово. А хочу обратить внимание, что существует ряд профсоюзных организаций, входящих в международную конфедерацию профсоюзов, которые заняли достаточно такую согласательскую, колебующуюся линию. То есть нам известны случаи, когда крупные профсоюзные организации, рекомендовая сообщественная организация, поддержатся от акций солидарной поддержки работников Казахстана. В настоящее время в Афинах находится Родфронтовец, заместитель председателя профсоюза наземной службы аэропорта Кукова Владимир Макаров. В числе прочих вопросов, которые решали с Паном и с президентом УФРП Джорджем Мавригосом, в том числе и вопрос налаживания взаимодействий и собирательных подключений между рабочим движением Казахстана и классическими профсоюзами, которые объединены вокруг Сибирных Федераций профсоюзов. Здесь звучит вопрос, ждет ли СНГ новая паралитарская революция. Ну, заявлено. Дело в том, что это зависит от многих причин, в том числе от включенности рабочего движения СНГ в международное классовое движение, прежде всего классовое, от наличия субъективного фактора. Есть ли там гуманистические партии, которые способны возглавить паралитарскую революцию и привести рабочие поступки. Но, по крайней мере, такая задача в классовом очень не ставит. Задача одна, в классовом процессе уничтожения и эксплуатации человека к человеку. Елена Волкова, Комитет заработающих национал. С самого начала забастового Комитет заработающих национал поддерживал гританина компостовщика. Во многих странах прошли пикеты и акции поддержки. В Бельгии, в Германии, во Франции, в Британии, в Польше. Например, в Лондоне наши товарищи репетировали англо-казахстанский бизнес-форум. В Неверке наши товарищи выпустили репортаж о событиях Казахстана, который очень широко разошелся по Ютубу. Совсем недавно, во время матча Казахстана в Бельгии, наши товарищи раздали листовки и на трибунах болельщиков вывесили баннеры с призывом солидарности. Причем активисты, которые устраивали эту компанию, были арестованы. Но это лишь некоторые из многочисленных акций, которые проходили и проходят, и будут проходить, организованные гританина заработающих национал. Кроме того, мы широко освещаем происходящее Казахстане в СМИ с привлечением таких агентств, как РИА Новости, Рейтерс. Статьи о событиях в Казахстане были опубликованы в Нью-Йорк Таймс, в Москоу Ньюс и в некоторых других газетах. Все эти мероприятия, вся эта работа была призвана к тому, чтобы прорвать информационную блокаду вокруг происходящего в Казахстане. Очень большое влияние на это оказала поездка Пола Мёрфи в Жаназенке и Октаву. Она привлекла внимание к происходящему в Казахстане международной общественности. Пол Мёрфи – это депутат Европарламента и член-комитета заработчей интернационал. Его поездка привлекла широкое внимание к проблемам казахстанских нефтяников. И также он выступал и продолжает выступать в Европарламенте с сообщением о том, что происходит в Казахстане каждый раз, когда там происходят какие-то изменения. Прорыв информационной блокады важен потому, что мы можем блокировать сложную информацию, которая поступает от официальных СМИ. Например, информацию о том, что завастовка закончена. Или, например, о том, что нефтяники выдвигают только экономические требования, например, повышение зарплаты и повышение условий труда. В то время как совершенно очевидно, что ситуация, в которой оказались в Европарламенте, она закономерный результат того, что собственники капитала увеличивают свои прибыли за счет усугубления эксплуатации рабочих. Сейчас, в связи с завастовками происходящими, собственники капитала несут миллиардные убытки, но, тем не менее, боятся пойти навстречу рабочим, понимая, что каждая их уступка вызовет волны протеста не только в этой отрасли, но и в других отраслях и соседних странах. Руко освещение проблемы борьбы нефтяников в Казахстане вызвало, например, то, что с акциями солидарности откликнулись многие крупнейшие профсоюзы в Европе. В Германии, Франции, Северной Ирландии, Бельгии и во многих других. Комитет заработающих интернационал поддерживает и будет поддерживать нефтяников Казахстана, и мы выдвигаем следующие требования. Немедленно освободить Наталью Сахалову, остановить на рабочих местах всех уволенных, начать открытые переговоры с избранными представителями бастующих для решения проблем, которые сейчас существуют у нефтяников, образовать единый и независимый профсоюз и национализировать нефтяной сектор без выделения долей под демократическим контролем управления рабочих. В 2009 году был организован городкомитет нашего республиканского профсоюза, «Возрождение в переводе». И в ноябре 2010 года прошла учредительная конференция, в которой участвуют представители со всех регионов из различных отраслей. Что интересно, структура нашего профсоюза, она межпрослевая, то есть туда входят представители совершенно разных отраслей и организаций. Туда входят как зарегистрированные независимые профсоюзы, так и создаваемые, так и подпольные различные группы, которые имеются на различных предприятиях, где профсоюзная деятельность практически запрещена. Но где эти группы активно действуют. И на данный момент наш профсоюз не регистрируется уже более года, а на отказом в регистрации. Сейчас идет судебный процесс, но пять раз представители Министерства юстиции не приходят на заседание суда. Аналогичная ситуация с отказом в регистрации профсоюзной газеты «Солидарность». Больше полтора года уже нам не регистрируют нашу профсоюзную печаль. Это не мешает нам действовать. Попытались ли выходить на округу, вроде как кондиционирующуюся корпорацию, фракцию КПРФ. Товарищ Африк Азюканов, у нас была такая возможность, не раз, наверное, на выступить с заявлением, но почему-то у него состоялась встреча непосредственно с водителем Китая, то есть это с Китайской коммунистической партии, где ему вручили награду. Мы считаем, что эта награда была органом вручен за молчание. В газете «Правда и Советская Россия», несмотря на то, что это органы коммунистической партии Российской Федерации, в шесть месяцев фактически идет забастовка, в этих центральных органах не написаны ни строчки. То есть это еще раз показывает реальную позицию этой партии. Мы сейчас в предвыборной ситуации можем увидеть, как изменяется позиция организации, как она проявляется. Вот, например, сообщения из региона говорят о том, что КПРФ сотрудничает с фашистскими организациями региона. То есть кажется, это невероятно, как коммунистическая партия сотрудничает. Так. Но тем не менее это происходит. Точно так же кажется невероятным, но факт, коммунистическая партия не выдвигает требования национализации. То есть у них это дело в программе, конечно, записано, но вы не увидите ни на одной митинге, ни в какой газете, никогда в них лозунг и национализация под рабочим контролем. Потому что эта партия имеет название «Коммунистическая партия», но она является официальной оппозицией, которая сотрудничает с партией власти. Ну, в результате о том, что тут постоят, так сказать, нападения на рабочих астилистов, вот, и даже в связи с тем вопросом, что, говоришь, там, определенная революционная ситуация, ну, всегда, когда какие-то революционные события, и тут какая-то попытка самоорганизации, да, то есть, и вот вопрос число технического, то есть какие-то организуются, то есть там органы самозащиты, то есть какая-то там патронная или какая-то форма самоорганизации рабочих, помимо вот профсоюзных. Что-то об этом интересно узнать. Ну, есть в них группы свои. Там, в основном, что мы же сказали, молодые рабочие. Определенные, как бы, там, согласования есть и есть. То есть рабочие сами очень хорошо организованы, налажена к так называемым трудочкам разведка. Ну, то есть все прекрасно знают, сколько приехало форс-Артоник в коллекцию, сколько уехало. Быстро выискивают этих провокаторов. То есть сама, так сказать, как вы сказали, дружинная форма уже давно существует там. Она пробована во время прошлых заставок. То есть никаких пьяных, кстати, полностью запрещено употребление алкоголя на фиг. Вот эти все шесть месяцев никто даже, как бы, это близко. То есть это абсолютно сухой закон. То есть и другие формы. То есть, ну, все же следить невозможно. За каждым невозможно поставить, как бы, группу охраны. Ну, наиболее видный активист охраняется. А подобные вот действия происходят в отношении отельных лиц. Ну, и потом эскадроны смерти, которые на данный момент имеются, они, безусловно, пользуются поддержкой спецслужб на наших властях. Причем почерк один и тот же проникает, как действуют лицы, которые приехали из центральной региональной страны. То есть они... Это не местная полиция. И последний вопрос. Вот вообще у нас, помимо группы, вообще кто-нибудь из официальных партий оказывал поддержку? То есть, ну, как-то выражал, то есть были какие-то контакты. То есть никакие партии... Ну, кроме РКРП, вот РОДФронта, ну, то есть, развиваться рискованными. По поводу создания напряженности в стране. Ну, это обычная форма. То есть она использовалась не только в правительственных странах. Мы знаем, что она использовалась и в других режимах, в Латинской Америке и так далее. То есть имеются формы фашизации государственного аппарата. Некоторые такие политики оппозиционного толка заявляют о том, что у нас появляется некий такой олигархический фашизм. То есть, безусловно, идет скатывание ультраправных диктатуре, как вот и начальство типа, где фактически профсоюзы находятся под запретом, где всякая политическая деятельность, она приравнивается к терроризму. И вот эти вот странные теракты, они как раз призваны создать в обществе состояние страха, в состоянии ужаса, от речи от социально-экономических и политических вопросов, которые сейчас благородают общество. Потому что небывалый рост цен на продукты питания, на бензин, на энергоносители. Кстати, связано, в первую очередь, с вхождением Казахстана в поможенный союз. Это привело к тому взлёту цен в разы на продукты питания, на бензин тот же самый, на коммунальные услуги. То есть недовольство очень высокое, с учётом того, что уровень жизни ниже, чем, Российской Федерации. Потом надо учить то, что вторая волна от кризиса, она приводит к массовому банкротству мелких средних предприятий, соответственно, кровь и безработица, умножение уровней жизни страны. И поэтому, чтобы отвлечь, естественно, поднимают реальными точных националистов, активно финансируют, создают, было условно сейчас, единое националистическое движение, которое, главной своей целью ставит запрет русского языка. В стране мы имеем в виду официального. Это первое. И для того, чтобы создать, как бы, опять атмосферу страха, для того, чтобы русскоязычное население или опять, как бы, мигрировало из страны, или консолидировалось вокруг Назарбаева, вокруг официальной партии власти, в лице Нуратана, потому что Назарбаев, якобы, и себя пытается сделать неким таким лидером, который пытается сохранить межнациональное согласие. Но это чисто воды игра. Опять же, это еще связано с выборами. Мы жили с парламентом, куда рвутся несколько партий, которые представляют интересы крупного бизнеса и главных партий, коммунистического. Кстати, в связи с выборами у нас на 6 месяцев приостановлены деятельность коммунистической партии. То есть, вообще, даже формального оппозиционного поля просто не осталось. Даже, вот, как бы, формальной компакции, и то на данный момент запрещено. Спасибо, что приехали. Спасибо всем учащимам, для этих конференций включайте эту встречу. Будем работать. И я, так как я, увидимся с 7-го мега. Спасибо. Спасибо.